К ЕГЭ мы готовились достаточно долго, все очень сильно переживали, даже в момент самого экзамена волнение присутствовало бесспорно. Но мы и справились с волнением, и я считаю, что на достойном уровне сдали ЕГЭ. Ксюша и Аня в этом году закончили школу. Чтобы поступить на экономические факультеты нефтенового и авиационного университетов, им надо было сдать ЕГЭ по четырем предметам – математике, русскому и английскому языкам и обществознанию. ЕГЭ появился в 2001 году, вначале как эксперимент в ряде регионов России. А с 2009 года ЕГЭ стал обязательным итоговым экзаменом выпускников школ. И с самого начала его появления в обществе зародились споры – хорошая это или плохая форма итоговой аттестации. А актуальны ли эти споры сегодня? Самый главный аргумент «за» – это то, что у выпускников из провинции, особенно из маленьких городов, из деревень, появился шанс поступить в престижнейшие вузы страны – московские, питерские. Очень было сложно поступить в медицинские и в юридические. Я даже очень много лет работая в школе не знала таких обучающих, которые бы поступили своим путем, честным путем в эти вузы. А сейчас много наших даже поднялся в медицинском, причем и в московских вузах. Второй аргумент – это, конечно, коррупция. ЕГЭ было введено как борьба с коррупцией в структурах вуза. Но, конечно, здесь есть обратная сторона. Коррупция из вузов была устранена, но она опустилась в школы. На уровне школы очень много было нарушений при сдаче ЕГЭ, очень много было утечек. Как мы знаем, в прошлом, позапрошлом году этих утечек было огромное количество, когда в ночь до экзамена или за день даже до экзамена появлялись варианты в сети интернет. Конечно, эти утечки были либо из школ, либо из органов образования районных или городских. Минус, наверное, только то, что у нас немножко не соответствует уровень программы школьной и то, что дает на ЕГЭ. Какие-то темы, которые мы проходим в школе, они на ЕГЭ точно не бывают, так что даже можно подумать, что смысла нет это проходить. И обучение часто сводится именно к натаскиванию к ЕГЭ. Самомышление у детей развивается в этом тестовом режиме. Алгоритм – это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно, и все. Шаг влево, шаг вправо. Есть такое, да, задания в ЕГЭ, они более усложнены, и даже бывают, встречаются такие задания, которые в школе, ну даже и не припомнишь, что вообще такое было, да-да-да. Я считаю, что в этом году задания были так необоснованно сложными. Задания было, ну, уровня для поступающих, скажем, на экономический факультет МГУ. А даже те, кто по своим способностям мог бы решить, ну просто не хватило времени. Что касается русского языка, то здесь, в принципе, в этом году сделали более-менее оптимальный экзамен. Поэтому вот в этом году, скажем, уровень сдачи русского языка, он выше, чем в прошлом году. У нас больше 100 бальников, там порядка в регионе, порядка 37 100 бальников, никогда такого не было. Нарушений на ЕГЭ в этом году было выявлено гораздо меньше. Скорее всего, это связано с тем, что были усилены меры контроля. Например, в местах проведения экзаменов и их проверки были установлены видеокамеры. О, камер было много, да. Везде полицейские, проверяющие. Вас всего прощупывают, проверяют, с воды снимают этикетку, шоколадки. Похоже, что экзамены прошли честно, потому что это уже видно по работам, которые мы проверяли. Если там массово были списаны работы однотипные, то вот у кого такого уже не наблюдалось. Форма экзамена очень интересная. Она проверяет многие компетенции выпускников, именно компетенции. Постепенно ЕГЭ, я считаю, по русскому языку движется к какому-то идеалу определенному. Может быть, в ближайшее время мы к нему придем. Ну как, ЕГЭ это сложно, это нервы, да, это нужно. Но, с другой стороны, такой ЕГЭ будет в институте каждые полгода. Мне кажется, это готовит взрослые жизни. То, что даже в этом году профильный базовый уровень, это уже такой большой шаг. Но я считаю, что обратной дороги нет. Самое главное, чтобы честно проходило все, это самое главное.